Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Зал просвещения вместо зала ожидания. В середине 19 века был скачок в истории развития железных дорог. Ярославский вокзал в столице превратили в выставочное пространство. Зима близко. Обратный отчет уже начат. И буквально не, так сказать, месяцы уже все. В Псковской области разрушается храм с уникальными фресками 15 века. Бытовой кодекс строителя коммунизма. Как раз получается все правильно. В Петербурге к 100-летию революции представили проект под названием «Совершенно переделать человека». Залы ожидания Ярославского и Ленинградского вокзалов на 4 месяца превратились в выставочное пространство. Теперь в ожидании поезда можно изучить историю возникновения железных дорог в России. Это совместный проект РЖД и Государственного исторического музея. Ярославский вокзал в Москве один из самых красивых. Он строился в конце 19-го, начале 20-го века. Тогда железные дороги еще не были привычным средством передвижения. Само путешествие на поезде воспринималось как яркое событие жизни. К примеру, пассажиры первой в России царско-сельской железной дороги, открытой в 1837-м, часто ездили на поезде не для того, чтобы добраться из Петербурга в Царское село или наоборот, а катались просто так, как на аттракционе. Первыми посетителями этой выставки, посвященной истории российских железных дорог, стали пассажиры. Здесь вся история железных дорог, начиная от видов вокзалов и мостов, заканчивая официальной хроникой того времени. Вот встреча на вокзале императора Александра II. Всегда масса людей приходили на вокзал встречать императора, смотреть, как происходит эта встреча. Приходили официальные лица. Все это было обставлено торжественно и красиво, скажем так. Что, мне кажется, такой традицией осталось до сих пор, встречать официальные лица на железнодорожных вокзалах. Некоторые гравюры рассказывают о работе железнодорожников в сложных погодных условиях. Эти снеговые заносы, похожие на Альпы, образовались в 1880-м году на Оренбургской железной дороге. Бытовая сценка, но такое можно увидеть и сегодня. Во время остановки поезда небогатые поселяне предлагают пассажирам всевозможные товары. В 19 веке все эти гравюры печатались на страницах журналов. «Живописная Россия», «Всемирная иллюстрация» и «Русская старина». Во многом те города, которые сегодня стали центрами целого ряда регионов, стали таковыми именно потому, что в середине 19 века был скачок в истории развития железной дороги. Российская железная дорога по протяженности входит в тройку крупнейших в мире и по-прежнему играет важную роль, связывая воедино большую страну. Кстати, выставку можно будет увидеть не только в Москве, но и на вокзалах Адлера, Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и других городов России. Антон Николаев, Сергей Скоридов, Новости культуры. Минск на три недели стал мировой театральной столицей. Здесь проходит седьмой международный форум театрального искусства «Теарт». В афише 19 постановок из 8 стран. Россию представляют Чеховский Иванов Московского театра нации в постановке Тимофея Кулябина и спектакль «Макс Блэк» или «62 способа подпереть голову рукой» электротеатра «Станиславский». Фестиваль состоит из трех секций. Международные программы, программы «Беларусь ОПЕН» и школы теарта, которые включают в себя лекции, встречи с режиссерами и мастер-классы. В афише смотра комедия без слов «Женитьба» Гоголя от Липейского театра. Хореографический спектакль французского танцора Анжелена Прельжокажа «Фреско-картина на стене». Иляда славянского режиссера Эрне Лоренци. Спектакль немецкого театрального женского коллектива «Шишипоп» в ящиках стола. Завершится фестиваль 16 октября. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово, что под Псковом, памятник уникальный по многим причинам. Это классический, неискаженный образец средневековой архитектуры, причем имеющий точную датировку – начало 60-х годов 15 века. И храмовая живопись здесь неповторима. Такие сюжеты не встречаются нигде больше. Сегодня фрески, которые называют эталоном местной художественной традиции, под угрозой. Подробности у Марины Михайловой. Это, конечно, душа, но вот так тоже изображали душу. Канонный исход души или другой сюжет не установлено. Единственный сохранившийся до нашего времени памятник с фресками 15 века Псковской школы, церковь Успения в Мелетово, почти не изучен. Некоторые фрагменты не раскрыты. Анс Комарох, хуливший Богородицу и наказанный за это. Борьба с ересями. Белая на белом – авангард Средневековья. Своим телом скормившая птенцов птицы неясыть – символ евхаристической жертвы. Богатейшие, смелые интерпретации псковских мастеров под угрозой уничтожения. В аварийном состоянии находится весь храм, весь объём. А мы сейчас делаем остроаварийные участки. То, что до следующего года наверняка не доживёт и упадёт на пол. Авторская штукатурка двухслойная, фрески простукивают, определяют отслоившиеся места. Деструктированные фрагменты изнутри промывают водой, шприцами, делают инъекции известково-казиновым раствором. Работают с материалами, которые использовали в древности. Лечат подобное подобным. Никакой химии. Неизвестно, как проявить себя в дальнейшем инородный материал. Левказ – третий слой, самый тонкий. Его укрепляют медицинскими стеклянными шприцами с катетерными иглами. Сезон наш реставрационный рабочий самограничен по времени. Такие работы, как укрепление красочного слоя и укрепление штукатурного основания, можем проводить исключительно в тёплое время года, потому что раствор должен успеть просохнуть. Оставлять его в зиму, когда температуры будут низкие, просто недопустимо. Это приведёт к очень серьёзным разрушениям живописи в дальнейшем. Реставраторы опасаются, успеют ли до первых заморозков. Из-за бюрократических проволочек к работе приступили только в середине сезона. По той же причине до сих пор не прошёл конкурс на проведение реставрации самого храма. Обратный отчёт уже начат. И буквально дни, так сказать, месяцы уже всё. Надо что-то делать быстрее. Затягивать так, конечно, нельзя. Новых маяков на трещины музейщики уже не ставят. Прежние лопнули давно. Ждут специальных исследований по гидрогеологии этого места, фундаментам и инженерным конструкциям. Марина Михайлова, Денис Алексеев, Псков. Государственный музей истории космонавтики в Калуге пополнился новым экспонатом. Теперь частью его постоянной экспозиции стал элемент двигателя первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1А» первого космического аппарата, запущенного с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 года. Спутник, выведенный тогда на орбиту, был создан именно в Калужской лаборатории. Обычно двигатели первой ступени сгорают целиком. Этот, хоть и деформирован, но всё же уцелел. Ценный экспонат везли через всю страну больше недели. Он стал подарком музею к 160-летию со дня рождения Константина Циолковского. Совершенно переделать человека решили в северной столице. Интерактивная выставка с таким интригующим названием открылась в музее Кирова. Экспозиция посвящена уникальному советскому эксперименту по созданию нового идеального человека, строителя светлого будущего. Она приурочена к 100-летию революции 1917 года. Лечь спать 31 января, а проснуться 14 февраля, когда вся страна перешла на юлианский календарь. Регулярно делать физические упражнения, стирать бельё не дома, а в общественных прачечных. Революция в сознании, революция в быту. Но каково это жить в 20-х годах прошлого века, когда старые правила уже недействительны, зато новые возникают чуть ли не каждый день? На этот вопрос решили ответить в Петербургском музее Кирова. Население требовало не только идеологической работы с ним, а требовало элементарно того, чтобы учить его бытовой культуре. Как избавиться от домашних насекомых, соблюдать правила личной гигиены и правильно чистить зубы, вместо привычных аршинов и пядей, освоить международную систему мировесов. Об этом и тогда, и сейчас рассказывают максимально наглядно. Только теперь это называется модным словом «интерактивность». Такиметр отмерить вам можно, приблизительно от плеча до пальца противоположного. Как раз получается, всё правильно. Чтобы понять содержание агит-плакатов, новому человеку хорошо бы уметь читать. А с этим 100 лет назад как раз были большие проблемы. 80% населения царской России – необразованные крестьяне. Так что значительная часть выставки о том, как боролись с безграмотностью. Например, освоить алфавит помогали доступные образы буквы труженицы и буквы тунеядцы. У нас получилось 5 букв. Это фета, это ядь, это ех, это и десятиричная, и ижица. Тогда в алфавите до этого было 35 букв. Конечно, ряд идей оказался утопическим и откровенно нежизнеспособным. Например, рассуждение о человеке, как о машине из нервов и мышц. Но отдельно, и считают создатели выставки, всё-таки можно записать в несомненные достижения того времени. По Советскому Союзу я считаю, что одна из самых главных ценностей достижения, безусловно, это получение образования. Выставка о новом человеке стала первой в цикле красных проектов к столетию Октябрьской революции, которые в юбилейный год подготовил Музей истории города. До конца года петербуржцам ещё успеют рассказать о продовольственном дефиците 1930-х годов, искусстве агитации и праздничном оформлении улиц Советского Ленинграда. Ольга Бусыгина, Александр Лагунин, Виктор Ларичев, Новости культуры, Петербург. В электротеатре Станиславский выросла волшебная гора. Спектакль по мотивам одноимённого романа Томаса Мана – первая работа Константина Богомолова на этой сцене. Там у Мана есть постоянный мотив странного сочетания горного санатория – чистоты воздуха, прозрачности, дивности природы. С одной стороны это рай, с другой стороны это заоблачное, пороговое, засмертное пространство. Тема смерти в постановке основная. Все диалоги режиссёр придумал и написал сам. На сцене только двое – сам Константин Богомолов и актриса электротеатра Елена Морозова. В коробке, обитой жестью, они читают отрывки из произведений Заболоцкого, Некрасова и Шаламова. Разыгрывают жёсткие сцены, которые не вяжутся с поэзией. Текст романа Томаса Мана здесь не звучит. Взят лишь сквозной его мотив – смерть всего живого. В Международный день музыки в Москве открылся фестиваль «Арс Лонга». Уже в 17-й раз он объединяет на концертных площадках молодых исполнителей и мастеров. Впервые в рамках смотра стартует проект «Открытый класс». Его идея – встречи выдающихся артистов с молодой творческой аудиторией. Традиционные мастер-классы в этом году проведут известные музыканты Дмитрий Башкиров, Александр Гинзин и другие. На открытии фестиваля в Рахманиновском зале консерватории Ивни Чайковского прозвучали сочинения Дебюси, Прокофьева и Шостаковича. Комиссия конкурса «Московская реставрация-2017» рассмотрела лучшие проекты в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок. «Такого не было никогда. Более того, хочу напомнить, что когда мы собирались первый раз, 7 лет назад, мы с коллегами из Мосгорного наследия еле-еле просто набрали объекты. И самих объектов было мало, и популярности особой этот конкурс ни у кого не пользовался. В этом году 100 рекордных заявок». Глава департамента отметил, что за последние 7 лет в столице отреставрировано 890 памятников. Эксперты – это директора ведущих музеев, институтов реставрации, ректоры вузов, оценивают объекты культурного наследия, на которых в течение этого года проводились ремонтно-реставрационные работы. На конкурс представлены в частности памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади, бывшая городская усадьба Вяземских-Шереметьевых, усадьба Остафьева, особняк Фонрек на Пятницкой улице. «Лучшие проекты будут награждены в начале декабря». «Никто из членов конкурсной комиссии не назовёт объекты, которые непременно победят, которые нам нравятся. Но скажу о том, что широко представлены самые разнообразные объекты культурного наследия, и список этих объектов довольно впечатляющий». Одна из самых известных песен Элвиса Пресли «Love Me Tender» станет детской книгой. На прилавках магазинов можно будет увидеть её уже в ноябре. О предисловии книги написала вдова короля рок-н-ролла Пресцилла Пресли. Она посвятила книгу своим внукам, близняшкам Харпер и Финли, которых воспитывала во время развода их родителей. Она уверена, что внукам книга понравится. Название знакомое, история хорошая и финал счастливый. Что ещё нужно, говорит Пресцилла. Песня «Love Me Tender» написана в 1956 году на основе баллады времён Гражданской войны. В исполнении Элвиса Пресли композиция вошла в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone. «Love me dear, love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will». Далее коротко о других культурных событиях этого дня. 3 октября, в день рождения Сергея Есенина, Московским музеем поэта будет представлена большая программа. Это арт-выставка «Есенин Нью», проект кинопоэзия, квесты и театральные постановки. В северной столице стартует 27-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В этом году спектакль, который представит коллективы из самых разных стран мира, объединит тема «Имитация жизни». В Москве даст сольный концерт легендарный британский музыкант Стинг. Ожидается, что он исполнит любимые поклонниками хиты, а также композиции из нового альбома. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok